Меня зовут Рик Реннер. Я стою у ворот, ведущих на территорию Красной площади в историческом центре Москвы. Эти прекрасные ворота также являются часовней, которая была построена в 1535 году. Истинная причина установки часовни во вратах в том, что люди всегда верили, что прежде чем пройти на Красную площадь, сначала нужно выразить почтение главенству церкви. Они были полны благоговения перед Богом и церковью. Большинство башен Кремля также были часовнями. Таким образом, прежде чем попасть в Кремль, нужно было встать и признать над собой власть Бога или церкви. Почитание Бога и уважение к власти – неотъемлемая часть славянской культуры. Уважение к власти – важное качество. Важно уважать власть. Библия говорит, что если вы научитесь почитать власть, ваша жизнь будет благословенна и успешна. Я уверен, вы этого хотите. Поэтому сегодня я буду говорить с вами о почитании власти, чтобы благословения Божьи изобиловали в вашей жизни. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Как я сказал в уступительной части, сегодня мы будем говорить о подчинении власти. Мы затронем вопрос о власти на различном уровне. Есть разные виды подчинения. И если вы хотите быть благословенным, уметь находить общий язык с начальством, с родителями, с пастором, вы должны понимать, что сказано в библейском учении о подчинении власти. Эта передача стала основой моих аудиопрограмм «10 шагов, укрепляющий жизнь». Там 15 частей. И я нередко использую такую иллюстрацию. Для приготовления пирога вам понадобятся конкретные базовые ингредиенты. Тогда он получится таким, как надо. И в жизни действует тот же принцип. И я выделил 10 важнейших шагов, которым вы должны следовать, для того, чтобы оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим. 10 составляющих. И сегодня мы начинаем разбирать 9-й, почитание власти. Как я сказал, эта передача стала основой моих аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» из 15 частей. Прекрасный цикл, учебное пособие, разбор греческих и еврейских слов, их определения, тезисы, принципы, вопросы для размышлений. Вы можете изучать самостоятельно или в группе. Я знаю, что благодаря им в вашей жизни многое изменится. Позвольте прочитать вам написанное о нем. Никто не хочет потерпеть фиаско. Поэтому вы должны включить в свою жизнь все необходимые компоненты, чтобы она стала такой, какой ее замыслил Бог. Благодаря этим полезным урокам вы узнаете о 10 качествах сильного верующего, чья жизнь соответствует замыслу Бога. Вам необходимо к этому стремиться. И мы подготовили для вас эти аудиопрограммы. Скачайте бесплатно на нашем сайте. Также предлагаю подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Я зачитываю из своих книг, содержащих исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Делюсь драгоценными истинами из греческого языка. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком объясняется значение греческих слов из Нового Завета. И Писание буквально оживает в вашем сердце вашей жизни, укрепляя вашу жизнь. Ведь вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Ежедневное погружение в Божье Слово приносит плоды. Подпишитесь на бесплатную рассылку драгоценных истин и греческого языка у нас на сайте. И я уверен, что они станут благословением для вас. Вы будете питаться духовной пищей. Я знаю, что вы не сможете оторваться. Смотрите «Драгоценные истины». Делитесь откровениями, которые Бог дает вам каждый день после просмотра. Это прекрасный инструмент, который поможет вам по-новому познавать Божье Слово каждый день. Я для этого и записал эти видео ободрения. Специально для вас. А теперь давайте вернемся к изучению шагов, которые помогут вам быть и оставаться сильными, утвержденными и зрелыми верующими. Таких составляющих 10, давайте сделаем обзор. Первое. Страсть к спасению душ. Второе. Страсть к Божьему Слову. Вы любите Божье Слово? Третье. Жажда Святого Духа и участия в сверхъестественном действии Святого Духа. Ваша жизнь никогда не будет такой, какой ее задумал Бог, если вы не будете жаждать участия в сверхъестественном действии Святого Духа. Четвертое. Жажда поклоняться Богу. Мы узнали, что поклонение притягивает Божье присутствие и укрепляет жизнь людей. Пятый. Жажда молитвы. Новозаветная Церковь любила молиться, и Бог посещал собрание первых верующих, потому что они вызывали к Нему. Молитва очень важна. Этот компонент должен присутствовать в вашей жизни. Шестой. Жертвенное сердце. Сильные, утвержденные и зрелые христиане, верующие, готовые жертвовать, люди с щедрыми сердцами. Вы обладаете этим качеством. Седьмой. Стремление к святости. Если вы пропустили учение о святости, найдите его в нашем архиве передачи. Это очень полезная программа. Она заставит вас думать о себе совершенно по-новому. Восьмой шаг. Смиренное сердце. А сегодня мы поговорим о почитании власти. Мы не сможем охватить всю эту тему за одну передачу, поэтому посвятим ей сегодняшний и следующий выпуске. Мы рассмотрим тему власти в двух плоскостях. Сегодня я расскажу о власти в целом, о почитании родителей, пастора, правительства, работодателя, о власти в широком смысле. В следующей программе мы будем говорить об уважении к духовной власти. Итак, сегодня речь пойдет о власти в целом. В следующий раз о власти духовной. Не пропустите выпуск. Он будет исключительно полезным. Следующий выпуск, как и этот. Начнем с ключевого стиха, Деяния 2.42. Здесь сказано. «И они, первые верующие, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Обратите внимание на слова «постоянно пребывать». Мы уже упоминали, что это выражение – перевод греческого слова «проскартерео», которое означает «упорно продолжать делать что-либо». Оно также описывает сосредоточенный и напряженный труд, непрерывное усердие, непрекращающееся старание и может иметь смысл сильной привязанности к чему-то. В Деяниях 2.42 мы читаем, что верующие имели сильную посвященность учению апостолов. Для этого они должны были признать авторитет и власть апостолов. Помните, раньше апостолы назывались учениками. Слово «ученик» – греческое слово «матетес» описывает того, кто всецело подчинился власти наставника. Последователи Иисуса назывались «учениками», то есть теми, кто был полностью подчинен власти Господа. Полностью. Они не сомневались в авторитете Иисуса и делали все, что Иисус говорил. Они понимали, что подчинение духовной власти – необходимое условие, чтобы они в итоге стали апостолами, и они ходили в смирении. Мы знаем, что когда зародилась Первая Церковь, в ней была установлена духовная власть, и вся община с этим согласилась. Верующие были преданы лидерам Церкви. В соответствии с греческим текстом, вся Церковь проявляла непрерывное усердие и непрекращающееся старание. Прилагало старание, чтобы пребывать в подчинению апостолов. И сегодня мы подробно поговорим о власти в широком смысле. В нашей жизни могут быть различные виды власти. Подчинение ей играет важную роль в жизни человека, который стремится вкушать Божьи благословения. Очень важную роль. В Первом послании Коринфянам 14.40 сказано, что у Бога все благопристойно и чинно. Нужно понимать, что Бог – Бог порядка, Он – Бог власти. Мои слова будут восприниматься разными людьми по-разному, в зависимости от того, какое положение они занимают в жизни. И некоторые скажут, «Аминь, брат Рик». Другие скажут, «Ну, не знаю, не знаю. Дослушайте меня до конца. Верю. То, чем я с вами делюсь, стоит вашего внимания. Я буду часто обращаться к своим записям. В сегодняшней программе я хочу помочь многим. Слушайте внимательно и будьте готовы записывать. Положите Библию поближе. Подчинение власти встречается в жизни всех людей. Дети слушаются родителей. Ну, должны слушаться. Если дети непослушны, значит, что-то не так. Жены, согласно Библии, должны повиноваться мужьям, и мы знаем, что сегодня многие не согласны с этим. Люди вообще, как правило, не любят подчиняться власти. Потому что в сердце мы все прирожденные бунтари. Из-за этого дети непослушны родителям. Жены зачастую отказываются повиноваться мужьям. Иногда, потому что сами мужья ведут себя неправильно. Бывает, что есть и объективная причина, почему жены отказываются повиноваться мужьям. Но, тем не менее, Библия говорит, что жены должны подчиняться мужьям. Работники должны быть в подчинении у работодателей. У вас есть работа, это благословение. Работа, благословение. И вы должны повиноваться начальству. Библия учит этому. Начальники должны повиноваться своим начальникам, собственникам компании, учредителям. Как вы понимаете, подчинение – неотъемлемая часть жизни. Во всех сферах. Ученики должны подчиняться учителям. Недавно я общался с одной американской учительницей. И она сказала мне, что не может справиться с классом, потому что у учеников совершенно не осталось никакого уважения к взрослым. Почему? Потому что их не учат этому дома. Их не учат дома уважать власть. И ученики считают, что у них есть права, которые никому не позволено нарушать. Их права превыше всего, а сами не готовы слушаться учителей. Правда в том, что ученики должны повиноваться наставникам. Это неизменная и неотъемлемая правда жизни. Если вы хотите в чем-то преуспеть, добиться успеха, вы должны понимать, что очень важно уметь подчиняться той или иной власти. Граждане должны подчиняться полиции. Попробуйте проявить неуважение к полицейскому. Вы тут же узнаете, какие будут последствия. Граждане обязаны повиноваться правительству и исполнять законы. Попробуйте нарушить закон, и вы узнаете, что бывает за неуважение к власти. Правительство должно подчиняться президенту. В каждой стране своя форма правления, но у каждого государства есть определенные правила, которые необходимо соблюдать. Власть нужно уважать и повиноваться ей, если вы хотите ладить с этой властью. Прихожане и церковные служители должны слушаться пастора. Пастор — это пастор. И если в его собрании или команде есть бунт, то он не сможет вести церковь. Всегда мало полезного для церкви, для пасторской команды, когда есть бунт. Это очень болезненно для пастора. Церковь, которая не уважает пастора, не достигнет своей цели, никогда не сдвинется с мертвой точки. Как вы понимаете, вопрос подчинения власти всегда возникает в жизни любого человека и занимает центральное место в судьбе каждого. Успешные люди умеют повиноваться власти, проявлять к ней уважение и ладить с ней — неотъемлемая часть успешной жизни. Приучая детей или внуков уважать власть и подчиняться ей, мы учим их правильно поступать в жизни в целом. Если дети не усвоят урок подчинения власти, если они будут постоянно спорить с теми, кто поставлен над ними, то, вероятнее всего, они не добьются многого и не пойдут далеко, потому что руководитель не станет поощрять того, кто демонстрирует вызывающее поведение. Но те, кто умеет находить общий язык с начальством, кто проявляет уважение и понимает, что такое подчинение власти, сами однажды обретают власть. Они поднимаются благодаря своему правильному отношению. Те, у кого это качество отсутствует, в конце концов терпят поражение. Причиной поражения будет ни работодатель, ни пастор, ни начальник. Людей губит их собственное негативное отношение к власти. В прошлой передаче мы говорили об этом. Сатана, Люцифер, был низвержен из-за своей гордыни. Каждый из нас должен понимать этот важнейший принцип. Принцип подчинения власти. Позвольте задать вам вопрос. Неудобный вопрос, но я его все равно задам, потому что в этом большая польза. Если бы вы были чьим-то руководителем, хотели бы вы, чтобы вашим подчиненным был кто-то вроде вас? Повторю вопрос. Хотели бы вы, чтобы вашим подчиненным был кто-то, похожий на вас? Насколько комфортно вами руководить? Если вашему начальству неприятно вами руководить, то оно будет работать с вами без удовольствия, что в конечном итоге не принесет вам никакой пользы. Вы можете возразить. Вы просто не знаете, что значит работать с моим начальником. Вы понятия не имеете, как мне трудно слушаться родителей, повиноваться мужу. Вы не знаете, каково мне трудиться с этим пастором, руководителем отдела. Вы не представляете, как трудно мне приходиться с моим начальством. Да, работать с вашим начальством действительно может быть непросто, но позвольте спросить, а насколько легко руководить вами? Переведите внимание с ошибок руководства на себя. Бог обращается к нам с вами и велит пересмотреть отношения к власти. Бог требует, чтобы мы перестали указывать на недостатки других, но обратили внимание на собственное сердце. Спросите себя, а легко ли мной руководить? Что мне нужно изменить в себе, чтобы выработать в себе уважение к власти и научиться ладить с начальством? Я сделаю несколько общих комментариев о том, что происходит, когда человек не проявляет уважение к власти. Послушайте внимательно. Недостаток уважения в детях – причина бунтарства у подростков и взрослых. Послушайте. Из детей, не научившихся уважать старших, обычно вырастают люди, которые не уважают вообще никого. Я говорю «обычно», потому что Божья благодать может изменить все. Аминь. Однако обычные дети, которых не научили уважать старших, превращаются во взрослых людей, которые не уважают никого. Когда дети или внуки не проявляют уважения к взрослым, в этом мало приятного. Это трагедия на самом деле. Если вы ничего не измените, если не определите границы дозволенного, и не научите детей уважению, они вырастут очень невежливыми взрослыми. Пример этому есть в Библии. Книги чисел, 12 главе. Я ни разу не слышал, чтобы этот случай упоминали в этой связи. Но он есть в Библии. Мариам проявила неуважение к власти Моисея. Плохо отзывалась о нем, обвиняла его, пыталась им манипулировать. Одним словом, она не желала признать его авторитет. Сестра доставляла множество проблем Моисею. Тогда Бог сказал ему удивительные слова. Число 12 глава. Проблема Мариам заключалась в том, что ее отец не плюнул ей в лицо, когда она была ребенком. Я не выступаю за то, чтобы плевать в лицо детям. Я думаю, что неправильно плевать в детей сегодня. Но Бог указал на причину. В детстве Мариам не проявлял уважения к родителям. И поскольку отец не наказал ее, она выросла и стала женщиной, которая не уважает власть. И для нее неуважение стало нормой жизни. И Бог сказал, что ее проблема в том, что ее не наказали в детстве. Из-за ребенка, который не учится уважать старших, вырастает взрослый, который не уважает никого. Это факт. Нельзя бояться учить детей подчиняться власти. Вы скажете, у детей есть права, но права есть и у вас. Если вы родители, бабушка, дедушка, начальник, кем бы вы ни были, вам дана власть, у вас есть права, и вас следует уважать. Если мы не приучаем людей к уважению, то оказываем им медвежью услугу. Мы вредим им. Это может отрицательно сказаться на их жизни. Мы должны понимать всю важность уважения власти любого вида. Ошибочно полагать, что ваши дети или внуки сами выработают в себе это качество. Это не так. Люди рождаются бунтарями. Рождаются с грехом. Салом 57.4. С самого рождения люди начинают грешить. Почему? Потому что рождаются с греховной природой. Ведь рыбу не приходится учить плавать. Любой родившийся малек моментально начинает плавать самостоятельно. Почему? Потому что в рыбьей природе заложено умение плавать. Вот так же и детей не приходится учить грешить. Они получают эту способность не от своего окружения. Она у них в крови от рождения. Вот почему каждый человек должен быть рожден свыше. Нам всем нужно спасение. Псалом 57.4. Ясно сказано, что с самого рождения люди начинают отклоняться от правильного пути. Частью этого отклонения является бунт против родителей. Поэтому даже маленькие дети швыряют еду, ведут себя вызывающе. И такое поведение проявляется с самого начала, с ранних лет. И мы должны учить детей, подростков, подотчетных нам, членов церкви, учить уважать власть. И хорошо усвоив это наставление, они смогут передать его следующему поколению. И это позволит создавать здоровую обстановку. Следует знать, что соглашаться и повиноваться – разные вещи. Это не одно и то же. В книге пророка Амоса, 3.3, сказано, «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» Нельзя отправиться в путь с кем-то, если вы не договорились. Если у вас напряженные отношения, если вы в чем-то не согласны, вам будет трудно идти вместе. Если вы имеете разногласия с своим начальником, пастором, супругом, родителями, то вам будет крайне непросто общаться друг с другом. Послушайте внимательно. Очень сложно идти или работать с кем-то, если у вас разногласия. Если вы устроились на работу в компанию, стали частью коллектива, пасторской команды, в церкви, начали трудиться в какой-то организации, то, согласившись быть там, в какой-то команде, в какой-то организации церкви, вы уже согласились быть в единстве с ее членами. И если вы не принимаете их видения, действия, то почему вы согласились там работать? Нельзя становиться частью того, во что не веришь, с чем не согласен. Вы должны сказать «Я здесь работаю, и я буду ходить в послушании». Я помогу вам осуществить вашу мечту. Именно поэтому пасы взяли на работу. Вы поэтому и стали частью команды, чтобы трудиться для достижения цели. Помните, иногда ваш руководитель знает то, чего не знаете вы, и не может рассказать вам об этом, просто не имеет права. Он знает об особенностях работы, тех или иных сотрудников, о подробностях их личной жизни. Исходя из этого знания, он может принимать определенные решения в их отношении. Вам, со стороны, подобные решения могут быть непонятны, но помните, что ваш руководитель, ваш пастор, начальник, вероятно, знает то, чего не знаете вы, но он не может вам рассказать. И вы также должны помнить, что, будучи лидером, он видит то, чего не видите вы. Он видит, куда движется компания, он знает все об этом отделе. Он знает. И все это может стать причиной решения, которое вы до конца не понимаете. Вам просто нужно доверять и верить. Это мой лидер, он знает, что делает, он начальник, и я должен помочь ему достичь цели, которые он старается достичь. Вместо того, чтобы сопротивляться, встаньте в строй, двигайтесь вместе и помогайте церкви, организации приближаться к цели. Если вы не согласны с текущей ситуацией, проявите уважение. Попросите уделить вам время, когда вы сможете вежливо поделиться своим мнением. Большинство руководителей не обидится на это. Для большинства это благословение. Они будут рады, что вы решили поделиться мнением, если вы сделаете это с уважением. Возможно, ваше почтительное отношение заставит руководителя объяснить некоторые вещи вам лично, а вам это поможет продолжить в послушании и трудиться над достижением цели. Я мог бы так много рассказать вам сегодня. В этой теме так много информации. Но я хочу подчеркнуть, умение находить общий язык с властью является ключевым компонентом жизни. Вам нужно сделать этот шаг, чтобы оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим, получающим благословение. Наше время подходит к концу, и я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учения «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины», вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка» на сайте ignc.org. Москва – один из древнейших и красивейших городов России и один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. В Москве много храмов, и одна из крупнейших протестантских церквей Москвы, церковь «Благая Весть» существует в этом городе с 2000 года. Церковь развивается и двигается вперед, и 10 ноября открыл дверь и филиал на юго-западе Москвы. Слава Богу, сегодня очень хорошее начало за юго-западный филиал «Благая Весть». Сейчас север, юг, центральный, юго-западный и айджинцы. Столько людей. Это просто благословение от неба. Я рад, что я здесь сегодня. И слава Богу, что Господь работает с нами. Это просто благословение, что мы могли работать с Господом. Аминь. Это лишь начало, и теперь Церковь «Благая Весть» будет служить людям на юго-западе Москвы. Мы верим, что люди будут получать спасение, исцеление, восстановление. Ведь это именно то, к чему Господь призвал нас на этом месте. Более года мы молились об этом открытии. Прославление у нас готовилось почти полгода к открытию филиалов. Многие детское служение, подростковое служение готовились к открытию. Более 250 человек были сегодня на служении «Благая Весть» юго-западной. Я молюсь о том, чтобы благодать Божья пребывала всегда на этом месте. Я всех приглашаю на служение. На служение Церковь «Благая Весть» юго-западной. Мы ждем вас. Приходите. Сегодня мы говорили о подчинении власти. И это был девятый шаг из списка компонентов, которые необходимо иметь в составе своей жизни, для того, чтобы быть и оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим. Я приведу еще один пример. Иуда Искариот был частью команды. Близко сошелся с Иисусом. Иисус был для него близким руководителем. Но в нем начало расти неуважение к Иисусу. Иуда решил, что знает больше, чем Господь. У Иуды начало развиваться отрицательное отношение к Иисусу. Он начал подталкивать Иисуса выйти на политическую арену, провозгласить себя царем. В результате своего неправильного отношения к власти Иуда стал предателем и в итоге умер позорной смертью. Что интересно, изучая историю Иуды, можно заметить, что он постоянно называл Иисуса учителем, но не Господом. В отношении Иуда к Иисусу было что-то неправильное. Иуда был всегда рядом с наставником, мог учиться у него, но называл его учителем. Только учителем. Ему нравилось быть спутником Иисуса, быть рядом с ним. Но он так и не признал власти Иисуса как Господа. Он не называл его Господом. И поэтому этот недостаток в отношении к Иисусу сыграл фатальную роль в его жизни. Он был уничтожен, он погиб. Эта передача является частью аудиопрограмм «Десять принципов сильного верующего» из 15 частей. Также я предлагаю вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка. Зачитываю своих книг, содержащих исследования более тысячи слов. В следующий раз мы будем говорить о подчинении духовной власти. Не пропустите. Будет сильное учение. Отец Небесный, благослови моих дорогих друзей во имя Иисуса. Аминь. Помните, Екклесиаста 8.4, где слово «царя», там «власть». И пусть сила Божьего слова действует в вашей жизни сегодня. И мы увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране. А также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова